Друзья, всем привет! Это следующее видео об Испании, в основном это будет Мадрид. Мы отправимся в самый старый ресторан на планете, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Вообще покажу вам немножко город, поделюсь своими впечатлениями и своими переживаниями, которые случились у нас во время данной поездки. Так что оставайтесь на моем канале и продолжайте смотреть. Надеюсь, вам будет интересно. Если захотите покушать в ресторане, может получиться так, что ближе к 6 часам все будет закрыто. Даже раньше 6, они закрываются и готовятся к вечернему, к приему пищи, к ужину. И все открывается в 8 часов. У испанцев наступает сиеста, так что не везде можно будет покушать. Мы пробовали зайти в буфет и, короче, нам отказали, хотя было очень-очень много еды. И я вообще слышала, что они эту еду выбрасывают, хотя она прям классная. Куча салатов и куча морепродуктов было. Ну, короче, вот так вот. Очень, конечно, используют неэффективно ресурсы. Наш гастрономический тур мы начинаем с пробования испанского десерта, который называется чурус. Это что-то типа нашего хвороста, который обмакивают в горячий шоколад и потом кушают. И, на мое удивление, он оказался не запредельно сладким, как я того ожидала. Мы пришли в место, которое называется Музео Дель Хамон. Это музей Хамона. Я сейчас вам покажу чудеса кулинарного искусства Испании. 7 долларов с человека. 7 евро стоят вот эти вот вещи. Ну, это так, тапасы, чтобы как бы поделиться, как бы закусочки такие. Ну, еще здесь есть различные блюда. Если хотите вы хорошо покушать, вот, можно заказать что-то из этого меню. Окей. Памы, салют. Салют. Как вы поняли, это видео во многом про еду. Вот сейчас я вам показываю минеральную воду Ла Кассера, которая имеет интересный сладкий привкус, хотя не содержит ни сахара, ни подсластителей. И вот это уже наше блюдо, которое мы заказали. Жареный кальмар и осьминог в собственных черных чернилах. Также можно увидеть, что абсолютно везде продается хамон, а также огромное количество десертов, так как испанцы большие любители сладенького и хлебушка. Вот. И хамон вам продают вот в таком нарезанном виде. Очень вкусная вещь. Всем советую. Приехали вот сюда. Магазин называется Asia Home. Хотим купить всякую ерунду на Новый год, потому что скоро Новый год. И нам понадобятся какие-нибудь украшения или декорации, или еще что-нибудь. Ну, просто так, для настроения. Шапочки какие-нибудь, может быть, купим или что-то еще. Как обычно, китайцы продают все подряд. Так что здесь можно по дешевке что-нибудь найти. Ну, мы хотели купить всего парочку вещей, в итоге прибарахлились не по-детски. Так, сейчас будем делать апельсиновый сок. Зашли в обычный супермаркет и вот так вот выдавливаем сок вот в специальную бутылочку. Супер! Фреш и скуйс. Фреш и скуйс, ага. Такой вот фреш. Попробуем подняться вот туда. Видите, вот эту вот маленькую финдюльку, которая там торчит? Это стеклянный мост. Тут очень много людей. Тут очень много людей, и все хотят вот туда вот подняться, но я не знаю, сможем ли мы сегодня это сделать. Ну, здесь ресторан. Здесь ресторан. Здесь place I like. Вид, конечно, шикарный отсюда открывается. И с этого ресторана тоже грандиозный. Такая странная зима, еще кто-то катается на коньках. Погода теплая, нет снега вообще. Если вы смотрели сериал на Нест, и все испанский сериал называется Элита, это там героини сериала стояли вот на этом стеклянном мосту. И потом начинается еще стеклянный балкон. не знаю, осмелюсь ли я туда сегодня встать вообще и пройтись. Очень много людей. так, я все собираюсь с мыслями, чтобы вот ступить сюда на стеклянный мост. Господи, как я боюсь высоты. но зато здесь открывается вид на весь Мадрид. Я буду держать мост. Супер широкий. Супер широкий. И рекорд. Это окей, давайте посмотрим. Посмотрите куда. Пастырь. И вот я сделала это не смотря вниз. здесь также есть прикольный бычок с золотыми яичками. Почти как в Нью-Йорке. Наверное, этого я не сделаю. Это вот такой стеклянный балкон. Там стеклянный пол. боже. Не знаю. Наверное, надо покушать, а потом решиться на это. Еще позади меня огромная очередь, чтобы постоять на этом стеклянном балконе. улица. Улица называется гран-биа. Но здесь кое-какие заведения позакрывались из-за пандемии. Вообще здесь очень много всего. Очень оживленная, красивая, большая улица Мадрида. Так, здесь машина еще ездит, но если спуститься на один блок ниже, то там территория центра Мадрида. В общем, можно ездить на электрических машинах, такси, и гибридных машинах. Вот, такие дела. Там здание, посмотрите, Wizard World, мир Гарри Поттера. Блин, там столько людей, я теперь думаю, зайти или нет, потому что я обожаю Гарри Поттера. В Испании три короля отправляют подарки детям на Рождество, но из-за пандемии вот в этот раз ничего такого не было, и здесь сделали такой стенд, и можно типа вот как Санта-Клаусу вы отправляете подарки, так вот им отправить письмо, не подарки, а письмо. сегодня телевидение будет вещать репортаж отсюда, когда бой курантов начнется, они будут показывать эти часы. балконы какие балконы здесь красивые, все украшено, потому что сегодня будет съемка, вот я мам сегодня балкан ручей, и у них там есть одна телеведущая, которая каждый год одевает очень странные платья, и вот она появится в одном из этих балконов, и я чуть не грохнулась, и ее будут показывать сегодня здесь на этой площади. Испанцы гурманы, которые чтут свою традицию, и вот мы пришли в одно из таких интересных мест, это самая старинная кофейня, где продают чурос, она находится в Мадриде, и работает уже с 1894 года, называется Чоколатария Сан-Гинес, так что если вы будете в Мадриде, обязательно заходите сюда и пробуйте эти чурос, здесь очень доступные цены. Очень много скульптур, если вам видно на этом здании, ну прям все в скульптурах. да, еще больше хамона. Хамон везде продается. Здесь продают сувениры, спускаемся в метро. скульптур, скульптур, выглядит как старый вокзал настроение вообще на нуле расскажу почему в тот момент одной из причин почему у меня не было настроения было то что мы заболели короной и в итоге пришлось нам уехать от родителей и переселиться в гостиницу и когда нам стало полегче мы стали колесить по городу в поисках чего-нибудь интересного ну и в общем то просто ездили на машине смотрели мадрид из окошечка и вот это здание которое вы сейчас видите это здание где снимался сериал бумажный дом я думаю многие из вас видели этот интересный сериал напишите кстати в комментариях кому он понравился потому что люди делятся на два лагеря кому он очень сильно понравился и кому он в принципе не зашел это здание не банк испании как это было фильме а здесь находится различные министерства министерства транспорта и там еще чего-то вот и я не могу найти тот угол в которого можно заснять так чтобы было понятно что это именно то здание если бы мне мой муж не сказал что это то самое здание то я бы сначала даже с этого ракурса и не догадалась она довольно таки большое вот оно все продолжается продолжается так но с этого ракурса тоже не все похоже мне кажется какие-то моменты какие-то моменты мне кажется они сняли в других местах и какие-то моменты были но основные монументы ключевые были сняты здесь но я имею ввиду что главный вход видимо был снят в другом месте так вот много людей сейчас на улице очень классно здесь летом наверное вот на этих лодках покататься потому что сегодня на улице так свежо вообще огромный большой красивый парк парк ретиро и день сегодня очень красивый люди даже на траве сидят устраивают пикник что друзья мы береглись два года сделали все прививки береглись как могли от короны в итоге приехали в мадрид отмечать новый год рождество к родственникам естественно кое-кто попался кто вообще не соблюдал ничего в нашей компании мы упустили этот момент и короче говоря у этих людей оказалась корона и прям зла не хватает пришлось отменять билеты на казахстан теперь мы переселились в гостиницу благо что у нас были баллы что мы могли бесплатно заселиться в гостиницу на несколько дней просто я не хотела тащить эту корону в казахстан если я ее подцепила сама я не знаю подцепила я что-то или нет пока тест показывает что все негативное вернее отрицательное да но я не знаю возможно возможно что-то и есть мне просто не хочется тащить это все домой к маме и бабушке пока живем вот так вот у нас такой бардак немножко две кровати здесь в номере ну хоть выспались эти два дня все наши шмотки просто покидали в сумку и быстренько съехали от родителей мужа сюда получилось так что мама мужа она больше общалась с тем человеком который принципе в принципе принес корону к нам туда в дом спасает одна мысль что мы все привиты и у нас было три при три перевивки каждый из нас сделал три прививки две основные и один бустер я надеюсь если мы заболеем то это будет как-то в мягкой форме типа как простуда че я побоялась лететь в казахстан потому что здесь 1 января ничего не работало я 31 декабря сдала тест на корону он был отрицательный а у меня билет был на 2 января я боялась что пока я долечу до турции мне нужно было лететь мадрид стамбул пока я долечу то в стамбула уйдет время на это все бывает что рейсы задерживаются потом у меня следующий самолет стамбул алмата я не знала просто как на это турки отреагируют может быть у меня истечет срок годности этого теста то же время у меня три прививки короче дайте сейчас вот крыша едет действительно и действительно я начала думать что если мне в дороге станет как-то нехорошо или я там буду простужена и они меня пошлют пересдавать этот тест куда-то тест покажет что я положи ну положительная у меня корона они меня там куда-нибудь закроют на карантин то здесь в испании хотя бы есть родственники а там в турции вообще никого нет и сидеть где-то на карантине с другой стороны если я гражданка казахстана наверное они обязаны были бы меня до выпустить из страны как бы это не их проблема вали на свою родину тем более если бы у меня были билет но с другой стороны если бы они знали что у меня корона то меня бы самолеты не пустили да правильно короче такой дурдом вот честно слову то я здесь застряла надолго у меня позитивный положительный тест на корону а у мужа отрицательный даже находясь в одном номере гостиничном проводя все сутки вместе такие результаты может быть он подхватил у него позже проявится у меня уже я вся сопливая с больным горлом у меня уже проявилась сегодня в испании деды с такой большой праздник у нас это рождество а у них вот это деды с все дарят друг другу подарки сегодня кстати ничего не работает все закупились вчера подарками а сегодня все торговые центры уже закрыты от мы вышли погулять и что-нибудь покушать но рестораны конечно открыто на всякий случай покушать все-таки можно будет если не купить но не купить какие-то вещи на поесть перекусить по моему только рестораны работают в принципе сегодня все сидят по домам и кушают в кругу семьи полмантур компания круизная отведите сделано как будто круизный лайнер очень красиво конечно здесь украшают торговые центры мне прям нравится ходить гулять если честно после болезни немножечко так слабости холодно долго гулять на улице но вот еще один торговый центр немножечко вам показала ты ставил аутлет в мадриде приходите если здесь будете здесь красиво изменяться надо мной потому что я всегда иду в неправильном направлении я не знаю с машиной у меня снова пока все нормально слушать свои инстинкты и делай по-другому а когда я с ним я вообще никогда не за по ним не запоминаю где мы припарковались мне как-то как будто это просто вот отшибает как не нужную информацию когда я одна где-то езжу и паркую что я прям хорошо стараюсь помнить вот еще один классный торговый центр который называется у вас есть видите здесь такой парк и все 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 деревья вот украшены такими огнями как это красиво в этот год помимо коронавируса из-за которого мы потеряли много денег на билетах еще американская почта потеряла паспорт моего мужа с визой в казахстан в то время когда была корона казахстан запрашивал визу для граждан евросоюза и обычно испанцы всегда и могли ездить без визы но в этот год нужно было обязательно делать визу виза делается в калифорнии и муж специально ездил туда чтобы получить эту визу и в итоге паспорт должны были прислать нам по почте но паспорт благополучно был утерян и потом мы в испании столкнулись с испанской бюрократии пытались доказать что мой муж это действительно мой муж показывали им огромное количество документов обошли где-то наверно 15 различных полицейских участков и разных инстанций и везде они требовали местное удостоверение личности которого у нас не было потому что в испании мы не живем вот в общем такие дела была проблемная поездка вместе все-таки с хорошими какими-то впечатлениями и вот в один прекрасный день я включаю мадридское телевидение и вижу свой родной маленький городок октябре и там начались протесты и потом протесты охватили весь казахстан и я просто офигела от этой новости и в тот момент я подумала наверное хорошо что все таки я заболела короной и никуда не поехала потому что у меня в стране был какой-то капец очень печально мне за мой казахстан я два года там не было два года не видела своих родных друзей очень надеялась что приеду мы все увидимся надеюсь все уляжется наконец-то всем мирного неба над головой окей с короной мы справились теперь идем кушать самый старый ресторан вообще занесена в книгу рекордов динуса который был основан в 1725 году собринал депутин называется почти 300 лет на одном и том же месте представляете какой долгий срок разворачиваем меню а здесь вот такая вот интересная брошюра история данного места на английском языке мне дали а здесь само меню и и мы сидим здесь Макет ресторана. Вот такие классные, уютные кафе на каждом углу. Я немножко смеялась сейчас, сидя в этом знаменитом ресторане. Насчет нашего менталитета. Мы вроде бы пришли в такое знаменитое место. И приходит несколько русских девушек. Одна из них явно начальница. И судя по разговору, у них там есть какой-то бизнес, какой-то тоже кафе или ресторан. И почему-то наши русские девчонки за границей, они всегда хотят поделить еду, поделить чек. Но это в менталитете, видно, заложено у нас. Смотрите, и проезжают паровозики. Видимо, заложено в менталитете, что нужно поделить чек. Ты не приходишь в кафе как-то понаслаждаться этой едой, вкусно покушать. Ты думаешь о том, как бы поделить эти деньги после. И они сначала хотели тоже что-то такое взять, чтобы можно было поделить между тремя. Ага. Посмотрите. Рынок Сан-Мигель. Сейчас мы туда зайдем. Ну и вот. И в итоге заказали все три одинаковые блюда, одинаковые вина, и все-все-все одинаковое, лишь бы поделить чек. Орепос. Огромное количество свежайших просто морепродуктов. Шикарных, вкуснейших. Куча хамона, естественно. Все сидят вот так вот, кушают, подходят, пробуют еду, которая нравится. О, вот это вот моя слабость просто. Оливки с морепродуктами. Шикарно просто. Все, идем дальше. Смотрите, какое красивое здание. Старинные фрески. You know what's the name of this building? Пласса Майор, да? No, this is all Пласса Майор. Очень, очень красивые фрески. С каждой стороны есть арка. А где вы можете выйти? В итоге до Казахстана я все-таки добралась. Тогда еще работала авиасообщение Мадрид-Москва, и в принципе все было удобно. В Казахстане я уже ничего не снимала, а вот на обратном пути меня ждало новое приключение, потому что в нашем городе сломалась взлетная полоса. Я опять потеряла деньги на билетах, и мне пришлось ехать на поезде до города Нурсултан. Да, ребят, наступил год, когда вообще ничего, абсолютно ничего планировать нельзя категорически. еду в поезде, поезд Тальга, Уральск, Алматы. Вот, а я еду до Нурсултана. Поезд ломался, и у нас теперь будет задержка. А мне нужно успеть в Нурсултане сделать пацир-тест, потому что у меня еще два самолета впереди.